Во-первых, самое было трудное, надо было придумать символику. И эта символика была придумана в виде достаточно диснеевского персонажа, Мишки, который был с круглыми ушами, чуть-чуть издали напоминал Никки Мауса, но был круглым и симпатичным. И этот самый ласковый Мишка на трибунах становится тише, олимпийское лето, прощай. И этот замечательный Мишка был нарисован талантливым художником, фамилию которого я, к сожалению, не знаю, но в интернете можно наверняка найти. И его стали активно популяризировать. В какой форме? Было выпущено очень много мягкой игрушки из синтетического меха в виде этого Мишки, который продавался в детских мирах. А если он был маленький, то его продавали даже в березке, потому что иностранцы хотели увезти. Дальше был сделан этот Мишка из другого материала, из гипса. Раскрашен коричневой краской. И этот Мишка с этими прекрасными ушками, такой бодренький. И его стали трафаретом наносить на майки. У нас, к сожалению, трикотаж не был очень качественным. Качественный трикотаж в СССР был при Балтике. В Латвии, в Литве, но он тоже, по сравнению с западным, отличался жесткостью и тонкостью. Я просто вспоминаю, все футболки, которые были импортные, все были, которые советские, они отличались тем, что советские были полупрозрачные. Тоненькая нитка была, кручение было, нитки тоненькие. И они очень облегали. А западные были всегда помягче и потолще. Это просто такой был знак. Трафарет делали из картона. По ливилизаторам для автомобиля, его иногда можно было купить, наносили этот рисунок. И очень много на рынках можно было купить футболок самосрочных, под Олимпиаду. Также там был знак, напоминающий несколько или зданий высот на МГУ, или здания на Котельнической. Да, вот с кольцами. С кольцами, да. И он был очень хорошо сделан. Обычно этот рисунок был почему-то синего цвета. Вот как-то было выбрано так, что, может быть, к синей краске было больше. Я не могу объяснить, на белых футболках. И также был налажен выпуск олимпийских сумок. У меня есть в коллекции несколько. Они были сделаны из дерматина. Они носили на пояске. Были они тоже коричневого, синего и черного цвета. Там был мишка. Слово «Москоу» было написано английскими буквами «80». Были и олимпийские кольца. И по поводу этих олимпийских колец очень бытовал в это время анекдот, имитирующий Брежнева. Вообще, про Брежнева было масса анекдотов. Леонид Ильич всегда все читал по бумаге. У него не было поставлено ни в какой форме разговорная речь. И от себя он ничего не мог сказать. Почему мы и не знаем? Может быть, старый. Может быть, потому что русский язык был им неродным. Сталин его обзывал молдаванином. Потом позднее его стали обзывать украинцем. Ну, что обзываться? Ну, говорил он с хаканьем, достав эту бумажку из своей рубашки, он говорил так. О-о-о-о-о-о-о. Леонид Ильич, это эмблема Олимпиады. То есть вот эти кольца он читал как о-о-о. Ну, забавный анекдот, но близок к правде. Потому что когда страной управляет старый маразматик, ничего сделать нельзя. Он просто был не в фокусе. В эпоху Олимпиады, конечно, самым любимым видом одежды были джинсы. Джинсы были труднодостижимой мечтой советского человека. Продавались больше всего индийские, но бывали и болгарские. Редко бывали югославские, бывали ГДРовские. И самые счастливые имели американские, которые стоили от 100 до 200 рублей. Эти джинсы любили, их ушивали, перешивали. Фарцовщики на улице Беговой перед комиссионным магазином их продавали. Тогда говорили, сдавали. Я сдал джинсы. Хулиганье занималось тем, что эти джинсы распарывало по седалищному шву. Избаковывало отдельно в целлофан правую и левую штанины и продавали как пару. То есть два раза наваривали? Два раза наваривали, а когда человек приносил, у него была одна штанина. Это был, конечно, статус-рап. Но советские джинсы тогда не получались. Но получались какие-то спортивного вида хлопчатобумажные, иногда льняные брюки для игры. Зорница была такая военная игра для пионерии. Олимпиада особенно запомнилась тем, что приехало много представителей из стран Африки и Латинской Америки, как всегда, Азии. И, конечно, сувениром Олимпиады были олимпийские дети. Так у нас были фестивальные дети, так у нас были дети Олимпиады. Фестиваль молодежи и студентов был в 57-м году, Олимпиада в 80-м. Как сейчас, не так давно, как вы знаете, был чемпионат мира по футболу. И были, конечно, дети этого чемпионата мира по футболу. Это нормально, потому что в эйфории, под пиво, с салютом и освещением, с победой на футболе или в легкой атлетике, сразу хочется кого-то поцеловать. И полюбить. И полюбить. И искренне. И искренне полюбить. Так что много родилось, конечно, метисов, детей от этих случайных встреч именно 80-го года. И чаще всего их называли модными тогда именами. Самое модное имя для девочки было Анжелочка в честь Анжелы Дэвис. И их было очень много. Было очень много мальчиков Робертов. Это, наверное, в честь Роберта Рождественского, я так понимаю. Он тоже метис? Нет, он не метис, но просто считалось, что имя красивое и зарубежное. Александр, скажите, а вот на моду как это повлияло? Может быть, Олимпиады какие-то? Ну, главное спортивное направление. Все хотели иметь спортивную обувь. Адидас, кроссовки, Адидас. Их тогда еще не было. Их еще тогда не было. Тогда были кеды китайские. Они были белого цвета, но их любили красить в разные цвета. И с помощью анилиновой краски или зеленки, разводя это дома, их окрашивали кисточкой для того, чтобы пижоны могли сказать, он мне зеленый, у меня голубые, а у тебя красный. Он какой-то прекрасный. Ну, китайские дружбы были очень популярны. Адидас – это, я бы сказал, на мой взгляд, продукт перестройки. Это 85-й год. А мы говорим о 80-м году. Ну, может быть, если… У людей, которые ездили, но в продаже ничего не было. Тогда же не было таких магазинов. Ведь, если вы помните, после 85-го появились совместные предприятия. Стало так модно, что вот мне из Германии привозят, или мне из Индии привозят, мне из Турции привозят. Вот эти совместные предприятия, они давали возможность чуть-чуть оживить торговлю. Но в 80-м все было очень строго. Но одеваться спортивно было модно. Конечно, эта одежда была исключительно из магазина «Спорттовары», и она была не очень оригинальная. Но иностранцы ее любили. Я помню, что были туристы из других стран, которые шли в этот магазин. Им казалось, что если купить семейные русские трусы, советские трусы, или майку-алкоголичку, это будет прекрасно смотреться в Бразилии, когда куда они вернутся. Но это просто был скорее эзотический такой момент. Очень много было фарцовщиков в 80-м году. Вы не занимались этим? Никогда. Огромное количество долларов ходило. Я просто уже в 80-м году, в 81-м году, в 80-м году я женился на француженке. А вы ехали в 82-м? В 82-м. И мне тогда было официальное разрешение, женам и мужьям иностранцам можно было владеть валютой. Это еще было прибрежно. И вы пользовались березкой? Да, я пользовался березкой, мне не надо было это по-другому. У меня были деньги франки. Тогда были такие деньги, франки, они были красивые купюры. Ну, чеки были тогда. Нет, я франками платила. И можно было купить Анну Ахматову, Марину Светаеву, чтобы что-то считалось дефицитом. Это так странно. Но вот стихи нельзя было купить. Почему нельзя было купить стихи? В 80-м году я лето провел в Эстонии, потому что все рекомендовали, рекомендовали, и в институте рекомендовали, летом в Москве не оставаться. Был какой-то негласный приказ, чем меньше зрителей, выгоняли. И я просто прекрасно помню, что я уехал тогда с любимой девушкой в Киасму. Это такое красивое, теперь курортное, раньше дачное место в Эстонии на берегу. Очень холодное у Балтийского моря, но там была прекрасная экология. Я помню, что там был пляж с сиреневым песком, там были изумительные сосны, прекрасный воздух, молочные продукты. Купаться нельзя? Можно было, но там была вода плюс 13. И это можно было окунуться и убежать, потому что плюс 13 все-таки это не для плавания. Хочу сказать, что тогда мы одежде уделяли очень большое значение, больше, чем теперь, потому что ничего не было в магазине. Была же тогда очень известная поговорка – «Вхожу в советский магазин, теряю весь адреналин». И не потерять адреналин, мы все время то ли менялись с кем-то, то ли что-то доставали. Вот эта идея – где достать? А где ты купила? А кто тебя связал? А где ты взял? Балерины вязали. Да, да. А кто тебе крючков? У меня бабушка. А что тебе еще сделали? Ой, а где ты такую шапочку нашла? И а где ты эти тени польские купила, полено? А где ты купила этот лак, пьютекс индийский? В общем, все это было предметом наслаждения. В ту пору торговля была не уличная, а туалетная. И во многих сортирах Москвы продавали женщины и цыганки, и просто форцовщицы. Ну, спекулянки. Спекулянки, назовем их так. Огромное количество одежды. В основном все продавалось с польского производства. Считалось почему-то, что трикотажная водолазка лапша из Польши, правда? Это да, желтая водолазка лапша. И сходили с ума, потому что желтая с синими джинсами, а везде почему желтая? Там отстрочка же желтая. Поэтому она очень-то с джинсами. А вот если бы розовая, не пошло бы. Розовый тогда не любили. Цвет считался какой-то не тот. Фу. Желтая, синяя, белая. Это вообще просто можно под венец было сразу учить. Потом все мечтали тогда о вельвете. Это был материал высокого качества. Твит, вельвет и замуж. Если бы была замшевая юбка на заклепках, а если бы она была мини и клеш, их шили обычно армяне. Были какие-то армянские мастерские. И их продавали, как ни странно, почему-то в маленьких киосках ремонта обуви. Там габлочистка обуви. Там они шили обувь. Да, там можно было у них купить. Почему-то висела на вешалке юбочка. И рублей за 25. Это были деньги, да. То есть народ голым не ходил. Народ был одет. Но выкручиваясь из последних сил, потому что цены на джинсы, как я сказал, были высоки. Самой любимой обувью у всех модниц были то, что называется по-русски «сабо». А надо сказать «сабо», потому что это французское слово. Мы же не говорим «бальзак» и «коньяк». Мы говорим «коньяк». Сабо, да. Сабо. Ну, мы говорим все «сабо» в России. Я говорю «сабо». Правильно, «сабо». Вот они были без пятки, у них были тяжелые каблуки. Если они были покрыты джинсовкой... Или кожаные с заклепками. А если бы они были кожаные с заклепками, то что было с человеком? Он просто сходил. А если к этому были еще джинсы, клеш, которые их закрывают? Ну, это 70-х мод, все-таки клеш. А 80-е – это после Олимпиады. Олимпиада-то была летом 80-го года, еще мода 80-х не пришла. Еще не пришли даже эти подкладные плечи. Все крупные изменения в моде пришли только в момент перестройки, когда открылись эти магазины. А мода 79-го года и 80-го – это мода застойного периода. Тогда еще не было такого притока вещей. Западные вещи свалились на нас после 85-го года. Я вспоминаю, что носила моя мама. Моя мама была красавицей и модницей. И была возможность одеваться в березке. Импортные вещи. Да, и действительно джинсовые, немножко расклешенные губки. Как и было. Обязательно платформа. Батник, водолазка. Батники были, как правило, из трикотажа. С набивным рисунком. Очень приталенные. Обязательно с планкой. И обязательно воротник. Острые. Назывались уши. Сначала зайчьи уши, потом назывались хвосты. Ласточки. По-разному их обзывали. Обязательно надо, чтобы это было открыто. На шее маленький платочек. У, узлом. Все украшения должны были быть из пластмассы. Появились заколки автомата. И из пластмассы должно было быть. И эти пластмассовые украшения, если на голове... На голове очень любили хвостыки. И тогда их застегивались на шарики. А шарики были на резиночке. Это считалось... Шарики на резиночке я не помню. Я не помню, что появились французские заколки автомата. Вот носили. И это был предмет мечтаний. И маминой подружки узнавали... Так и было. Так и было. А в руках надо было носить сумку прозрачную. С напечатанными цветами маргаритки. Чтобы было все видно, что там лежит газета. Курили один тип сигарет. Два. Один назывался опал. А другой назывался стюардесса. Это были советские папиросы, а не сигареты. Герцеговидная флор не имела фильтра. Я не курящий человек, но я собирал вещи. Это были папиросы. Какие-то болгарские курицы. Вот это. Опал и стюардесса. И любимый советский анекдот этого времени заключался в следующем. Хотите стюардессу? Нет у меня опал. И то есть тут надо было играть слов. Типа у него опал, потому что он опал, или потому что он опал. И стюардессу сигарету, или женщину стюардессу. Это было два типа, только два типа табака. Кроме этого, почему-то был очень популярный вид сигарет БТ, тоже сделанный в Болгарии. Все купили. Советские алкоголики курили Приму. Беломорканал это были. Причем Прима, я узнал позднее, это, оказывается, дореволюционная марка, существующая с 2012 года. Я был уверен, что это что-то советское. Беломорканал это советское. А Прима еще в царское время. Прима первая, значит, Прима. Ну, как-то осталось. Но помню, что за булдыжники только Беломор, еще Казбек. Это была очень любимая папироса. Вот тот, кто резался в домино в 80-м году, в эпоху, мы же говорим про Олимпиаду. Вот они Казбек, или Беломор, или Прима, да. И ходили они в таких рубашечках, которые назывались Ленинградка. Ну, мне кажется, они как раз в алкоголичках ходили. И в Ленинградках. Ленинградка была, тут небольшая молния, если я не ошибаюсь, коротенькие. Рукавчики, как говорят, ложной. Это спортивного типа. И ходили в основном в шерстяных брюках. Они были популярны. Был тогда такой модный магазин, назывался «Русский Леон». Там продавались тики. Тики для обидки матрасов и тюфиков. Они были всегда в полоску. И вот из них шили моднейшие брюки. И в 80-м году у нас у всех были брюки в полоску. Это был писк моды. Мы их все строчили на машинке, я в том числе. У всех была низкая талия. Я считал, что это почему-то хорошо, чтобы только попу чуть-чуть закрывало. И вот эти брюки-клеш. А внизу сабо, да еще на деревянной подошве, чтобы стучать. И делали прибалтики, плотники, самоучки, чуть-чуть зарабатывая на жизнь. Но чуть-чуть, это смешно сказать, все равно за них брали рублей 12 или 14 за эту домашнюю работу. Нормальная пара обуви стоила 40 рублей. Пальто стоило 80 рублей. Тогда вообще ничего даром не было. В моей коллекции я сказал, что есть немало вещей вот именно с символикой. Я ее иногда выставлял на ВДНХ. Но самый главный экспонат, который имеет отношение конкретно к Олимпиаде, это платье Татьяны Анциферовой. Красное. Красное платье, которое было сделано из вискозного трикотажа, ярко-алого цвета, сшитое... Последний модель. С капюшоном сзади. Его не видно. Да. Сзади, да. Оно имеет треугольный вырез, отделано небольшой тесемочкой. У нее расклешенные рукава. И оно длинное. Оно длинное в пол. И именно в этом платье она пела закрытие Олимпиады, свидание, мой ласковый мишка, своим сказочным голосом. Потому что у нее был очень высокое и нежное сопрано. До этого она пела украинские песни, если я не ошибаюсь, в Иване Франковске. Потому что она мне подарила и костюмы гуцульские. Выставлены у меня в Музее изобразительных искусств в Калининграде на выставке «Звуки моды». И, конечно, на него очень обращают внимание, потому что для многих Олимпиада это был не только символ спортивных побед. А у Знайга? Да, но там написано, но для многих это не только символ спортивных побед, но символ молодости. Почему мы ностальгируем по прошлому? Потому что мы были молоды, стройны и не обременены заботами. И поэтому нам всегда кажется, что в прошлом все было гораздо лучше. Хотя, если сказать честно, лучше совершенно не было, но мы были молодые. И поэтому нам было все море по колено. Нам казалось, что мы достигнем, добьемся, сделаем. А когда жизнь прошла? Но так и получилось, Александр. Ну, в моем случае, да. Но не у всех такой случай. Понимаете, я знаю, как это вызывает и расстройство, и какую-то злобу, и зависть. Я просто очень много вкалывал в своей жизни. А многие думают, что это не сыпалось. Мне ничего не сыпалось никогда. Это тяжелый вид работы. Но я вспоминаю Олимпиаду как позитивное очень событие в истории. Я еще раз вернусь к этому и скажу, почему. Потому что я считаю, что эта Олимпиада подтолкнула к перестройке. Вот поверьте. Такой наплыв иностранцев был впервые. Глоток свободы. Да, свободы. Такое количество чужой музыки. Такое количество чужих запахов, ароматов. Тогда принюхивались даже к сигарете. К сигарете. Да. Потом появился знаменитый напиток Олимпиады. Байкал. Наша альтернатива кока-колы. Кока-колу все хотели пить, а у нас не было кока-колы. Но появился Байкал. Байкал тогда по цвету напоминал. По вкусу более-менее. И ее... И кока-колу появились. Нет. У них кока-кола именно в это время появилась наша альтернатива. Мы уверены. Точно совершенно появилась именно... Я никогда не пил в 80-е годы. Не только... У них что, это кока-кола? Да. А значит, у нас кока-кола появилась. Да. И фанта. Фанта. Точно-точно. Я знаю историю фанты. Она очень некрасивая. Рассказать вам что я такое? Там пуговицы растворяются. Ну, нет. Растворяются и в коке, и в пепси. Фанта – это продукт кока-колы, который делали в Германии до войны. Тоже как кока-колу. Но когда началась война, Вторая мировая, американцы прекратили завозить концентрат, концентрат этой коки, которую надо было разводить с напитком. И немцы заменили это яблочным пюре с апельсиновым запахом. И фанта – это изобретение нацистов, немцев, против меня, продукт для солдат. Вместо кока-колы, которой нельзя было. Но она так понравилась, что она дожила до нас. Яблочное пюре с апельсиновым – это неплохо, но там же сплошная химия. Теперь наверняка. Но в любом случае, если говорить о моем личном вкусе, я не рекламирую ни одно, ни другое, я предпочитаю кока-колу. Мне больше нравятся маленькие пузырики, а в пепси, мне кажется, пузырики большие. Но для очистки пуговиц, бронзы нет ничего лучше. И очень многие старинные объекты я кладу на ночь всем читателям, предлагаю тоже, в стакан этого напитка. Сходит абсолютно вся накидь, зелень, почернение. Не надо ничем тереть. Просто положите на ночь и вытащите. Мать честная! Я вычистил все ювелирные изделия потемневшие. Вот в пепси-колу? Просто на ночь в стаканчик. Ну, вот на скоте она. Ну, как новая. Но для тех, кто хочет сделать еще более зверский эксперимент, положите кусочек колбаски или ветчинки. Она полностью растворяется за ночь. Полностью! Ее там больше нет. Можете уже не искать. Может быть, кошка или собачка? Нет, не кошка. Давайте вы сделаете. Я сделаю. И в Америке интересно. С помощью этих напитков, которые они очень любят, они чистят молодую картошку. Они кладут картошку на ночь, и она съедает всю козырек. Атмосфера была веселая, прекрасная, замечательная. Люди, как я сказал, старались модничать, питаться, пить Байкал, знакомиться с иностранцами, рожать от них детей. Это была мечта. Переписываться, значит, марками, значками. Главное, чем форсовали? Советскими значками, потому что нечего было продать. Матрешки. И, конечно, в ту пору был культ французских духов. Любили только определенные. Почти все были фирмы Ланком. Это был Клима, Фиджи и Мажи Нуар. И Секим. Четыре запаха. Секим, Мажи Нуар, Клима, опиум позднее. Но хочу сказать, стоили они под 90 рублей. Под 90 рублей. Большой был, маленький 60. Это вам повезло. Нет, я не покупала, но мне кажется, что обсуждалось в эту жизнь. Нет, это было безумно дорого. Но покупали с удовольствием. И сейчас есть целая группа коллекционеров винтажных духов. Так вот, сходят они с ума только по Клима, по Мажи Нуар. Мажи Нуар. Правильно, но покупают только это. И я, например, во Франции знаю нескольких торговок винтажными духами. Вот у меня запись, эта дама мне говорит, только из России. И только на Клима, на Мажи Нуар и так далее, потому что им хочется вспомнить свою молодость. И обязательно. Субтитры создавал DimaTorzok